Тема у нас сейчас интересная и такая конкретная. Называется она «Как повысить прибыль бизнеса? Пошаговый алгоритм». Сейчас я уже запись пошла. Я остановлю чат. И вопросы-ответы мы можем в конце кейсариума с вами разобрать. То есть вы сможете задать вопросы, я буду стараться на них отвечать. Итак, почему данная тема? Эта тема актуальна была всегда для бизнеса. Вообще каждый запрос бизнеса, если прийти к предпринимателю и спросить его, что тебе нужно, то у всех разные запросы. Нужно больше новых клиентов, необходимо повысить средний чек клиента, необходимо повысить частоту покупок клиентов и так далее. И все эти запросы бизнеса, они крутятся вокруг одной корневой потребности. Это повысить прибыль. То есть каждый запрос бизнеса, он обычно всегда говорит о том, что необходимо просто повысить прибыль. И понятно, что пути решения этой задачи, они разные. Давайте такая минутка банальной информации. Вообще прибыль у нас рассчитывается как? Доход, ну такая простая формула, да, утрированная. Доход минус расход. Доход у нас приносят клиенты, а расходами управляет сам бизнес. То есть мы как предприниматели сами принимаем решение, сколько мы готовы потратить на обслуживание клиентов. То есть расходы у нас все крутятся вокруг издержки при работе с клиентами. Например, когда мы покупаем мебель в любой бизнес, то есть это в принципе тоже мы мебель покупаем для того, чтобы нашим клиентам было комфортно. Это издержка при работе с клиентами. Мы покупаем какие-то там салоны красоты, покупаем какие-то средства, шампуни и так далее. Это тоже издержки при работе с клиентами. То есть мы как бизнес принимаем решение, что необходимо нам для работы с клиентами. А клиенты, в свою очередь, благодарность к этому приносят нам доход. Доход минус расход, получается у нас наша чистая прибыль. Теперь, какая же задача у нас в этом вебинаре, можно сказать, в этом выступлении? Задачи у нас здесь две. Увеличить доход и снизить расход, при этом так его снизить без вреда доходов. То есть вы заметите, в формуле у нас и доход, и расход присутствуют при формировании прибыли. Поэтому желательно нам работать над двумя этими целями сразу для того, чтобы добиться максимального эффекта. Какие у нас есть для этого способы? Способы я перечислил от самых простых. То, что мы можем сделать довольно просто и без вреда бизнесу, до сложных. При этом, заметьте, сложным способом является привлечение новых клиентов. Почему-то мы заметили в практике своей работы о том, что предприниматели в основном обращают всегда внимание свое на третий способ. То есть всегда предпринимателям приходим, самый популярный вопрос, запрос бизнеса в том, что я хочу новых клиентов. Но здесь мы начинаем разбирать бизнес более детально, и мы находим еще точки роста бизнеса, которые помогают нам повышать прибыль. То есть действительно самые простые способы повышения прибыли – это задуматься над тем, а что у меня есть уже сейчас. То есть первый способ – это снижение расходов. И там тоже большие деньги. Вот мы там в своей практике замечали то, что мы миллионы рублей просто экономили без вреда доходу, экономили бизнесу, и это тоже прибыль. Второй способ – это увеличение от текущих клиентов. Вы можете заметить о том, что ваша клиентская база – это огромный ресурс. И с помощью вашей клиентской базы тоже можно себе найти дополнительные прибыли и довольно большие деньги. И третий способ – это самый сложный способ, потому что привлечение новых клиентов – это всегда определенные риски и определенное повышение расходов. То есть для того, чтобы привлекать клиентов, необходимо инвестировать, может быть, в рекламу, может быть, в продвижение какое-то и так далее. А это всегда инвестиции и к тому же это риск. А вдруг эти деньги не отобьются мне в виде результата? Мы рассмотрим сегодня все три способа и начинаем с самого простого. Это первый способ. Снижение расходов. Первая рекомендация – это отказаться от скидочных карт, если они у вас есть. Все, это уже, можно сказать, прошлый век. Это инструмент не рабочий, он не показывает своей эффективности. Вообще много расходов в скидках, и от них нужно отказываться, особенно от скидочных карт, которые для того, чтобы, типа, для лояльности клиентов в качестве программы лояльности. То есть отказаться от печати карт, потому что печать карт – это тоже деньги. Если у вас в дальнейшем или сейчас уже большая клиентская база, напечатать карты – это уже встанет в копеечку. Средняя стоимость одной карты – 12 рублей. Умножаем на 10 тысяч, получается уже сотни тысяч рублей. А клиентские базы у вас в процессе развития вашего бизнеса, оно будет всегда расти. То есть у вас сначала там тысячи человек, две тысячи человек, потом десять тысяч человек, сто тысяч человек. Если вы всем будете печатать карты, это будет очень накладно. Второй момент там, понятно, здесь в разосходы еще учитывается интеграция с учетной системой пластиковой карты, надо интегрировать. Третье, самое болезненное – это снижение прибыли за счет скидок. То есть когда вы даете клиенту скидку, то есть клиент пришел и получил скидку 5 или 10%, это означает, что касса недополучила 5 и 10% денег. Прямо дохода вашего не получила, и это отражается, естественно, в прибыли. К тому же мы заметили, уже 7 лет работая с программой лояльности, с программами лояльности, и заметили, что размер скидки 5-10% неинтересно клиенту. И мы замечаем такое поведение клиентов, когда клиенты просто отказываются от скидочных карт, забывают их в том числе. И забывают это, кстати, это же, как бы сказать, на подсознании того, что клиенту это неинтересно. То есть 5-10% – да ладно, не нужно, типа, я не буду заполнять эту анкету. И замена скидочным картам приходят бонусные системы. Вот бонусные системы – это уже более интересная история. В бонусной системе клиент сам решает, какую он скидку хочет получить. Например, клиенты не хотят получать скидку 5-10%, но клиент готов копить бонусы, то есть он какое-то время вообще не получает скидку, просто копит бонусы. То есть с каждой покупки он получает бонусы, копит их, и потом он делает себе скидку в размере 50%. То есть он такой говорит, о, у меня уже накопилось 500 бонусов, чек у меня на 1000 рублей, дай-ка я их спешу. И вот это клиенту уже радует. Для него 50% получить скидки куда круче, интересней, чем получить в один момент просто 5%. И к тому же клиенту бонусы ценят куда больше, чем скидки. Потому что клиенту гораздо приятнее видеть, когда у него на бонусном счете 100 рублей, а не какие-то 5%. То есть 100 бонусов, 100 рублей, он сразу понимает, ага, у меня есть деньгами 100 рублей. И тут сразу выгода, она понятна. В отличие же от скидки. От скидки непонятна выгода, сколько 5%, на сколько я куплю. Ну, даст этому неопределенную выгоду, не даст и так далее. Все должно быть очень простым и понятным. Деньги – это понятная клиенту метрика. Теперь, здесь я написал о том, что необходимо перейти на электронные карты. Ну, раз я сказал о том, что печатать карты – это накладно, понятно, сейчас 21 век, есть современные инструменты для того, чтобы себе сделать электронные карты, которые клиент не забудет никогда. Когда у клиента есть на руке, в мобильном его телефоне, и как бы ему это еще и плюс гораздо удобнее. И за печать таких вещей, ну, то есть печатать карты не нужно, электронные карты выпускаете сколько угодно, unlimited, без ограничений, и за это не нужно платить. Теперь, электронные карты я рекомендую делать в мобильном именно приложении. То есть мобильное приложение позволяет клиенту, вы, в принципе, видели сейчас это на кейсареуме, позволяет клиенту легко понимать условия вашей бонусной программы. Оказывается, 38% клиентов хочется, это исследование было, о том, что они хотят копить бонусы не только за счет своих покупок. Клиенты готовы что-либо еще делать ради получения дополнительных бонусов. И вот мобильное приложение сделает вашу бонусную систему гибкой, она сделает ее расширенной. То есть клиент сможет в бонусной системе вашей не только копить бонусы за счет покупок, но еще копить бонусы за счет, например, рекомендаций. Копить бонусы, например, просто вы ему подарите их на день рождения. Например, копить бонусы за то, что они оставляют отзывы. Или вы просто захотели этому клиенту подарить бонусы, потому что он у вас сделал определенный средний чек. Или клиентам, ну, за средний чек тоже можно давать дополнительные бонусы. То есть это становится у вас, бонусная система становится гибкой, и это сделать можно в мобильном приложении. И понятно, что в мобильном телефоне он увидит, сколько у него бонусов, что он может сделать, чтобы получить больше бонусов и так далее. То есть клиенту общение с вами, с вашим бизнесом становится прозрачным, понятным и как бы интересно. Дальше. Что у меня здесь еще из пунктов есть? Не путайте с кэшбэк-сервисами. Я вот здесь написал это отдельным пунктом во втором разделе. Это очень важно. Те бонусы, которые клиент накопит в вашем бизнесе, он может потратить только в вашем бизнесе. Это важное правило программы лояльности, эффективной программы лояльности. Потому что если это будет работать по-другому, например, кэшбэк-сервисы как работают? Я накопил бонусы в одном месте и потратил их в другом месте. То есть бонусы крутятся внутри одной какой-то системы. Это неправильно. То есть клиент накопил у вас бонусы, он у вас и может их потратить. Вот это называется программа лояльности. Когда клиент накопил у вас бонусы или в каком-то другом месте и смог потратить в ваше заведение или ваши бонусы потратить в другом заведении, это называется кэшбэк-сервисы. И с ними я не рекомендую это. Это не программа лояльности. Их можно использовать для каких-то других целей, которые мне пока не очень понятны. Хорошо. То есть бонусная программа должна у вас работать так. Где накопил, там и потратил. Потому что кэшбэк-сервисы иногда себя позиционируют как программа лояльности, а это неправильно. Клиенты часто копят бонусы, чтобы скидка составила более 10%. Ну вот про то, что я рассказал, о том, что клиенты хотят больше скидки. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Что у нас еще здесь есть? Третье. Сократить расходы на отправку смс. Или вообще от смс-ок отказаться. Опять-таки нам в помощь здесь приходит ваше мобильное приложение. То есть если у вас будет мобильное приложение, то вы вместо смс-ок можете клиентам отправлять пуш-уведомления. Смс-ки дороги. То есть клиентам надо общаться минимум два раза в неделю. А если два раза в неделю смс-ки отправлять, а одна смс-ка это минимум один рубль, то клиентская база, если у вас 10 тысяч человек, то это очень дорого. Вам каждую неделю придется тратить 20 или может даже 30 тысяч рублей. Это дорого. Поэтому можете отправить пуш-уведомления. Теперь же у вас есть мобильное приложение. Пуш-уведомления, самая главная прелесть, они бесплатные. Вторая прелесть, они лучше контент. У нее лучше. То есть пуш-уведомления, в отличие от смс-ок, можно отправить не только короткий текст. В пуш-уведомление можно отправить большой текст, можно отправить картинки сразу же. И можно даже прикрепить товар в пуш-уведомление. То есть клиент, например, ему приходит пушка такая, а у нас новая коллекция. Вот, например, у нас был кейс магазина одежды. У нас новая коллекция. Я перехожу по пуш, вижу фотографии новой коллекции, и там же сразу же есть товары. И я могу нажать на любой понравившийся мне товар, оплатить Apple Pay, Google Pay, и все, и сразу заказать. Это плюс вам в конверсию. И пятый пункт – отказаться от рекламы, где вы не можете в цифрах увидеть эффект. Это очень важный момент. Часто мы замечаем, что предприниматели во что-то вкладываются, но не видят в цифрах, сколько по этим источникам рекламы приходят клиентов, сколько они приносят деньги и так далее. И мы часто замечаем о том, что предприниматели вкладывают деньги в ту рекламу, которая не окупается. Ну, например, там напечатали какой-то баннер, он стоит там неделю 50 тысяч рублей. Мы начинаем замерять, смотреть, стараться вывести какую-то статистику и видим, что оказывается клиентов там по ней вообще либо нет, либо там пару клиентов на 20 тысяч рублей. И понятно, что лучше отказаться от этой рекламы, чем она висит такая нерентабельная. И здесь важное есть правило. Если вы по этой рекламе не понимаете выхлоп, лучше от нее отказаться. Не видите выхлоп прямо не с точки зрения того, что «мне кажется, что она эффективная». Нет, если вы не видите выхлоп в цифрах, от этих источников рекламы вы должны отказываться. Вероятнее всего, они не приносят деньги. Идем дальше. Мы переходим уже. А, что еще дает мобильное приложение? В принципе, многие вещи мы уже рассмотрели. Вообще мобильное приложение становится в бизнесе неким… Почему вот крупные бренды все делают мобильное приложение? Все делают потому, что хотят быть на связи со своим клиентом. То есть мобильное приложение – это определенный мост между бизнесом и клиентом. Это некий такой посредник коммуникации. То есть клиент, если вы есть в мобильном телефоне клиента, он всегда вам может написать. Он всегда может посмотреть ваш прайс. Он всегда может посмотреть, сколько у него бонусов и что ему нужно сделать для накопления бонусов. Он всегда получает от вас пуш-уведомления. Он всегда может у вас заказать товары, если у вас включен онлайн-заказ и так далее. То есть мобильное приложение – это такой очень широкий ассортимент функций. И вы всегда можете, используя их, взаимодействовать с клиентами. Поздравить клиента, например, с днем рождения. Клиентам вообще приятно, когда им приходит пуш-уведомление с днем рождения, и вы им дарите какие-то за это бонусы, подарки. Идем дальше. Переходим ко второму способу. То есть первый способ – мы должны резать косты, так называемые. Экономить без вреда доходу. И вот я вам сообщил, какие здесь есть пошаговые алгоритмы. Второй переходный способ – это увеличение дохода от текущих клиентов. Огромный потенциал в вашей текущей клиентской базе. Можно с ней поработать. Первое – это увеличение среднего чека. Если, например, у вас ресторан, да вообще любой другой бизнес, то есть магазин одежды, магазин косметики, автосервисы и так далее, всегда можно увеличивать средний чек. Для этого, первое – необходимо внедрить речевые скрипты сотрудников, то есть прямо на обязательной основе, чтобы, например, акцент подходил и всегда предлагал десерт. Просто предложение докупить что-либо в нужной форме, просто хороший речевой скрипт составить. Например, у нас сегодня просто свежий классный чизкейк. Попробуйте его. Тем более вы уже заказали чаю. К чаю самое то. И вот, и все. И клиенты уже просто по данной просьбе уже будет увеличиваться средний чек. Второе – тоже сюда включить IT-инструмент. Есть такой IT-инструмент. Вы можете давать дополнительные бонусы за определенный средний чек. Например, клиент сделал чек на 2000 рублей, к нему подошел сотрудник, и сотрудник сразу говорит текст. Он говорит, смотрите, у вас на 1800 уже куплено, то есть, а нужен чек 2000, да? На 1800 у вас уже куплено, купите еще вот это, и у вас будет чек 2000 рублей, и вы получите подарком 200 бонусов. Это 200 рублей на следующую покупку. То есть, в принципе, у вас этот дополнительный товар, можно сказать, бесплатный. То есть, вам 200 бонусов, 200 рублей вам вернется в виде бонусов. И все, и повышается средний чек. А к тому же, знаете, что еще происходит? Клиент получает за это 200 бонусов, которые он сможет потратить в следующий раз, и он в следующий раз точно вернется. Потому что он эти бонусы заслужил, он для этого повысил свой чек. И эти бонусы, время жизни их можно ограничить. Ну, например, эти бонусы дополнительные живут только в течение, там, пяти дней, например. Теперь, то есть, видите, здесь нужно и речевым скриптом, и инструментом это сделать. Теперь, второе, повышение частоты покупок. Также с помощью инструмента можно сделать, вот, дополнительные бонусы можно выдавать в виде электронных сертификатов, да? Вот, которые имеют определенное время жизни. Вот здесь то же самое. Клиент сделал покупку, ему приходит сертификат, который живет всего лишь три дня. Электронный сертификат на какой-то номинал бонусов, на какой-то номинал денег, например, на 100 рублей. И он живет всего три дня. И тем самым мы клиента чуть подталкиваем, чтобы он к нам вернулся в течение трех дней. То есть, вы понимаете, что у вас клиент, цикл клиента, например, он к вам ходит с периодичностью неделя, и вам нужно увеличить его частоту. Поэтому вы можете это мотивировать с помощью бонусов, с помощью таких вот электронных сертификатов. Второй способ у вас для этого – это новости и пушевдомления. Как я вам говорил, надо всегда коммуницировать с клиентом и всегда ему держать его в курсе дел. И третье – поздравление с днем рождения, поздравление с 8 марта и дарить за это подарки, то есть, дарить за это бонусы. То есть, с 8 марта поздравили, с днем Патрика поздравили, с 23 февраля поздравили, с днем рождения поздравили и так далее, и так далее. Все это сопровождать какими-то бонусами. То есть, бонусная система, она вам нужна не только для того, чтобы за покупки дарить бонусы, а вот именно для стимуляции клиентов к тем или иным действиям. Идем дальше. Третий блок. Что нам может еще повысить количество денег, количество прибыли при работе с текущими клиентами? Третий способ – это альтернативный способ продажи. То есть, если у вас нет онлайн-магазина, а у вас, ну, например, вы салон красоты, то откройте себе интернет-магазин, продающий косметику. Если вы, например, фитнес-центр, то откройте себе онлайн-магазин, можно так его назвать, где вы продаете тренировки онлайн, проводите тренировки онлайн и так далее. То есть, альтернативный способ продажи. То есть, если вы работаете в оффлайне, обязательно себе сделайте онлайн. И у вас, и вы сможете, помимо того, что привлекать больше клиентов в онлайне, во-вторых, вы будете продавать в онлайне. Там в онлайне клиентов гораздо больше, чем в оффлайне, да? Вы это понимаете. И для вас это новый способ продажи. И это в том числе, знаете, какая интересная, может быть, цепочка строится о том, что вы обслужили, например, клиента в салоне красоты и предоставили ему услугу. И ему сразу же говорите о том, что если нужны какие-то шампуни, то вы всегда можете зайти в наш интернет-магазин и там заказать, и мы вам привезем. В чем здесь плюс? Вы в оффлайне с клиентом уже познакомились, он к вам лоялен. И если он к вам лоялен, то он готов и в интернет-магазине еще докупать. Теперь второй момент. Это, например, вот магазин одежды. Тоже очень хорошо говорить о том, что можно развесить наклейки с QR-кодами по магазину одежды и сообщить там о том, что вы всегда можете посмотреть весь ассортимент в нашем онлайн-каталоге. И QR-код. Потому что клиенты так бывает, ходят по магазину одежды и что-то не могут найти. Либо там торопит муж, жену торопит муж, например, давай быстрее смотри. Или просто клиенту все дни лень, он так взглянул и как бы типа не нашел, что ему нужно. Так дайте ему возможность с вашим каталогом познакомиться и как бы в онлайне. Или, например, в примерочной, когда клиент что-то меряет, крупные бренды это сейчас начали использовать, о том, что повесьте там QR-код и напишите там о том, что если вы не нашли свой размер, обратитесь к нашему консультанту или закажите через онлайн-каталог. То есть если клиенту не подошел размер, не отпускайте его. И онлайн-продажи вам помогут в дальнейшем как бы оставлять контакт с клиентом. То есть всегда можно придумать, что можно продавать онлайн. И я рекомендую выходить на этот рынок. Четвертое – это обратная связь, повышение возвращаемости. Правильный сбор обратной связи помогает клиентам возвращать. Например, как правильно собирать обратную связь. Это нужно делать как в Яндекс.Такси. Яндекс.Такси лучше всех собирает обратную связь. Клиент обслужился, купил. В приложении, опять-таки, мобильное приложение, в приложении открывается «Оцени обслуживание». Клиент оценивает обслуживание, это видит владелец. Если оценка низкая, владелец списывается либо созванивается с клиентом и спрашивает, что было не так. И это помогает возвращать клиенту, потому что клиент оставил оценку, и он, в принципе, намерен больше не возвращаться. То есть ему сервис не понравился, означает, что он, вероятнее всего, не вернется. Если вовремя созвониться с клиентом и узнать причину, извиниться и дать, может быть, за это бонусы какие-то, то можно возвращать клиент. Пожалуйста, это повышение возвращаемости клиента, сохранение нашего оборота бизнеса, сохранение нашего дохода. Переходим в третью тему. И, как я уже говорил, это одна из непростых тем. Третий способ – это привлечение новых клиентов. Конечно же, способов очень много, вы их много встречали, там различные рекламы, различные там боты, какие-нибудь там продвижения. Я вам скажу о двух, можно сказать, своих любимых. Первое – это запуск реферальной системы, это работа с лояльностью клиента. То есть просите клиентов делать рекомендации, просите везде это делать. Ну, то есть в Инстаграме давайте какие-то… говорите клиентам о том, что мы вас очень любим, порекомендуйте нас. То есть посты в Инстаграме должны сопровождаться с информацией того, что вас можно порекомендовать. В мобильном приложении давайте бонусы за рекомендацию, старайтесь клиентов мотивировать это делать. В каком-то живом общении с клиентами также говорите им о том, что они вас могут порекомендовать. То есть о том, что вас можно порекомендовать, должно звучать вот прямо со всех сторон вашего бизнеса. И это клиенту будет закладывать определенный алгоритм действия. То есть он будет понимать, ага, а ваш-то бизнес классный, его можно еще и рекомендовать, почему бы мне не рассказать это своему другу. И так далее. То есть просите рекомендации у клиентов, это совершенно нормально. Второй способ – это кросс-маркетинг. То есть почему мне нравится этот способ привлечения клиентов? Потому что он не несет в себе рисков и не несет вложений. Ну, например, как это сделано у нас, если опять-таки есть мобильное приложение, сделано следующим образом. Я пришел в ресторан, я сделал покупку на определенный чек, например, на 2000 рублей, и мне в приложение автоматически приходит электронный сертификат, например, в барбершоп на 200 рублей. То есть ресторану хорошо, он говорит о том, что, слушай, сделай чек на 2000 рублей, тебе придут подарки от наших партнеров. Например, тебе придет сертификат на барбершоп. И я думаю, ну, у меня уже на 1800, почему бы мне не купить чизкейк? Купил чизкейк, ресторану хорошо повысился средний чек, барбершопу хорошо новый клиент в виде меня. То есть мне пришел электронный сертификат, я пойду в барбершоп, туда постригусь. И понятно, что, например, можно делать так, что сертификатов за одну покупку придет много. Например, официант мне может подойти, там, кассир сообщить в салоне красоты, он может мне сообщить, например, слушай, если ты сейчас у нас делаешь покупку на 1000, то тебе придет сертификат в сумме на, подарков придет в сумме на 10 тысяч рублей. Я говорю, да ладно. Я делаю покупку в салоне красоты, и мне действительно приходит множество, там, три сертификата, где один, там, это, там, скидка, ну, определенные бонусы в ресторан. Второй сразу сертификат пришел, это на покупку одежды. Третий сертификат сразу пришел на покупку, там, ну, какой-то услуги и так далее, на автомойку. И вот, и, пожалуйста, в кросс-маркетинг можно строить кросс-цепочки и тем самым привлекать новых клиентов. Никаких рисков нет. То есть у вас сертификаты электронные раздались, вы даже не потратили деньги на их печать, и потом просто смотрите, прям статистика есть, и смотрите, сколько клиентов по ней пришло, сколько денег они оставили. Если пришли, классно, у вас новые клиенты. Не пришли, ничего страшного, вы на это деньги не потратили. Поэтому вот очень эта тема нравится. Итого, итоги моего выступления, какие бы я хотел подвести и донести до вас. Первое, повышение прибыли не только в привлечении клиентов. Очень много денег есть и, извините, очень много денег мы сэкономили, работая с предпринимателями, просто на оптимизации. Просто от того, что отказались от скидочных карт. Я помню, одному предпринимателю мы сэкономили 3 миллиона рублей. Просто отказались там от карт, от смс-ок, и это составило 3 миллиона рублей в период там полгода вообще. Предприниматель был доволен только этим. Имеется в виду, был доволен как минимум этим. А то, что мы еще там с клиентами новых там привлекали и так далее, это уже еще плюс, бонусы. Второе, внедряйте современные инструменты. То есть, современные инструменты, они помогают делать эффективнее ваш бизнес и, к тому же, тоже оптимизируют расходы, вот как мы это сейчас рассмотрели. И к тому же, современные инструменты позволяют быть в вашем бизнесе, быть на волне со своими клиентами. То есть, в одной как бы плоскости, потому что клиенты сейчас любят мобильные приложения, они там все в онлайне общаются, все через смартфон и так далее. Будьте на волне со своими клиентами, будьте в смартфоне вашего клиента. Третье, отказывайтесь от того, что нельзя измерить. Нельзя измерить, нельзя контролировать. Это как закон. Если вы это не мерите, отказывайтесь от этого, значит, вы не умеете это контролировать. Значит, вам это не нужно. Если же вам что-то нужно, научитесь это измерять. То есть, научитесь измерять обратную связь. То есть, научитесь ее получать правильно и на нее реагировать. Научитесь измерять возвращаемость клиента. Мерьте, и тогда, когда вы начнете все измерять, вы научитесь этим контролировать, управлять этим, как вам нужно. Для того, чтобы все контролировать, измерять, нужна CRM. Это прям тоже закон. Каждому бизнесу нужна CRM. При этом CRM должна быть такая, что вы видите там клиентов, имя, фамилия, оживательность, дата рождения, пол, там вся статистика и так далее. Все должно быть детально. Персонифицированная информация о клиенте должна быть. Только введение социальных сетей и Инстаграм недостаточно для работы с клиентами. Это всего лишь один из инструментов, очень важное правило. Я замечаю у предпринимателей, мы говорим о том, что мы предпринимателям говорим, «Слушайте, вам нужно внедрить бонусную систему, вам нужно внедрить систему обратной связи, электронный сертификат и так далее. Вам нужно ввести CRM-систему, вам нужно ввести клиентскую базу». И иногда получаем от предпринимателя такой ответ о том, что «Ой, у меня есть Инстаграм, в Инстаграме все, вот мои подписчики – это мои клиенты. Вот они мне обратную связь оставляют в директ или пишут в комментарии». Это все не так. Подписчик – это еще не означает, что он ваш клиент. Обратную связь в директе пишут менее 0,1%. Кому очень подгорело, те и только вам и напишут в директе. То есть Инстаграм – это не весь маркетинг. Инстаграм – это всего лишь один инструмент для знакомства с вашей компанией, для какого-то социального представления вашей компании. Но это ни в коем случае не весь маркетинг. Для маркетинга нужно больше инструментов. К тому же в Инстаграме огромная конкуренция сейчас. И одним Инстаграмом далеко не уедешь. Это точно. Потому что таких предпринимателей, которые ведут Инстаграм, их очень много, и надо на этом уровне тоже уметь конкурировать. То, что просто держать страничку в Инстаграме – это очень слабая конкуренция. Если у вас действительно багаж инструментов, да, вы конкурентоспособны. Но если у вас только в Инстаграм, таких предпринимателей там миллионы, и это означает, что вы один из таких же. Если вы хотите выделяться, нужно себе вести маркетинг куда на более высоком уровне. И пробуйте новое. Всегда пробуйте новое. Читайте, интересуйтесь, какие новые инструменты выходят в рынке. Пробуйте новые методы. Пробуйте бонусную программу и так использовать, и по-другому. И давать бонусы какие-то конкурсы устраивать. То есть всегда ваш бизнес должен быть на этапе тестирования. Бонусная система вам позволит пытаться тестировать те или иные ваши гипотезы, давать бонусы за это, за то, за все, и смотреть от этого определенный выход. Вот. И где же найти эти все инструменты? Мы для этого и создали этот продукт. Он называется UDS. UDS – продукт для повышения прибыли бизнеса. То есть там комплекс инструментов, которые готовые, и вы сразу их можете внедрить себе в бизнес. И интернет-магазин есть, и программа лояльств, и CRM-система, и мобильное приложение, и даже есть платформа для кросс-маркетинга. Она автоматизированная. Это, знаете, это первая в мире автоматизированная платформа для кросс-маркетинга. И это прям честно, без балды. Можете забить себе в интернете автоматизированную платформу кросс-маркетинга. Вам ничего не выдаст. А вот в UDS это есть. В UDS вы можете вот этими электронными сертификатами партнериться с другими компаниями. Почему UDS? Последние аргументы у меня – это готовое решение, быстрая установка. То есть мобильное приложение не нужно разрабатывать. То есть если вы хотите получить выгоду от мобильного приложения, то это должно быть сразу подключение в какое-то готовое решение. Потому что если вы будете заниматься разработкой, это очень дорого. Это очень дорого, и это снизит ваш доход. И у вас прибыль от этого упадет, потому что вы потратите деньги на создание мобильного приложения. И неизвестно, отобьется оно у вас или нет. Здесь же у нас недорогая абонентская плата, поэтому здесь как бы приложение вам точно отобьется. Второе. Мобильное приложение у нас агрегатор. Это очень важный пункт, потому что самостоятельные мобильные приложения их часто удаляют и мало скачивают. Ну то есть если вы создадите приложение только своего салона красоты, то знаете, клиент такой, ну я хожу вроде один раз в месяц к вам. Ну что я сейчас буду себе в телефон захламлять, как бы устанавливать приложение, какие-то бонусы у меня там немного накопятся и так далее. То есть он не будет устанавливать приложение. Либо если у него закончится память на телефоне, он удалит те приложениями, которые редко пользуются, и это попадают именно те приложения бизнеса, которые самостоятельно для себя сделали. Ну например, салон красоты клиент ходит один раз в месяц. Понятно, что он это приложение удалит рано или поздно, потому что раз в месяц это редкое посещение приложения, и он для освобождения места с телефона он удалит. В агрегаторе история другая. В агрегаторе я пользуюсь приложением и в салоне красоты, и в ресторане, и в автомойке, и так далее, и так далее. То есть для меня приложение, оно ценнее, бонусов в сумме там больше. То есть там 100 бонусов в автомойке, 50 бонусов в салоне красоты И так далее, и так далее. То есть агрегаторы лучше держатся в телефоне клиентов и лучше скачиваются. Третье. Недорогая монетская плата. Соотношение цена-качество. Если уж мы говорили про прибыль и про экономию, то вот решение от двух с половиной, от двух четыреста рублей можно себе все это позволить. То есть возможно приобрести профессиональное сопровождение. То есть это, знаете, это как история с социальными сетями, с Инстаграмом. Например, вы можете себе сами создать Инстаграм, ну как бы в Инстаграме создать себе страничку и как бы сами ее развивать. Либо же у вас есть способ такой нанять СММщика, и он вам все сделает красиво и как нужно, и с привлечением и так далее. Вот у нас такая же история. За дополнительную плату вы можете себе нанять профессионалов, которые вам из UDS делают конфетку, можно сказать. То есть они вам и внедряют как нужно, и сопроводят как нужно, и помогут нам с тем, как об этом рассказать в социальных сетях, как рассказать клиентов, как состоять речевой скрипт и так далее. То есть делают вам все, все за вас, и сделают это как бы по-хорошему. И продукт всегда развивается, обновление каждые две недели тоже важно на том, что рынок диджитал, рынок инструментов современных, он всегда должен развиваться, обновляться, всегда должны появляться новые методы. И мы следуем этому тренду. Мы хотим и делаем так, чтобы наши предприниматели получали самые современные, самые актуальные инструменты при работе с клиентами. Это наше правило, это наш закон, которому мы уже следуем 6-7 лет. Все. На этом у меня спасибо.